здравствуйте дорогие пятиклассники я рада приветствовать вас на уроке русского языка отгадайте загадку пока в конверте то молчит откроешь в миг заговорит как вы думаете зачем люди пишут письма любите ли вы получает письма кто вам пишет о чем с радостью ли вы отвечаете на них а сами часто пишите письма сегодня на уроке мы будем учиться писать письма тема урока сегодня мастерская чтение и письма письмо как эпистолярный жанр и сегодня на уроке мы ответим на следующие вопросы каковы особенности эпистолярного жанра какими бывают письма и как правильно их писать зачем современному человеку писать письма письмо это произведение эпистолярного жанра а что значит эпистолярный это слово пришло в русский язык из греческого от эпистола что значило послание или письмо к эпистолярным жанром кроме письма относятся еще открытки и телеграммы на протяжении многих веков письмо было единственным средством общения людей на больших расстояниях а умение писать письма целым искусством форме писем были написаны даже романы которые так и назывались эпистолярными романами сейчас люди с интересом читают эпистолярное наследие писателей ученых политических деятелей разных эпох тщательно их изучают и находят них ответы на многие вопросы и загадки также можно узнать интересные факты истории посмотреть на события прошлого глазами их современников да и просто переписка помогает лучше узнать характер человека понять каким он был чем интересовался может вы скажете что сейчас письма устарели и в двадцать первом веке мы также обмениваемся своими мыслями и чувствами но уже посредством разнообразных мессенджеров с огромной скоростью передаем друг другу сообщения те же послания только электронные а значит эпистолярный жанр не устаревает а по-прежнему остается актуальным и приобретает популярность уже в новом качестве посмотрите фрагмент из мультфильма как вы думаете что написали котята своему отцу в открытке любимый папочка поздравляем днем рождения дарим эту открытку спасибо она такая красивая она еще и музыкальная это лучшая музыкальная открытка и лучший подарок на свете дорогой папочка поздравляем тебя с днем рождения желаем тебе крепкого здоровья радости счастья успехов работе мы тебя очень очень любим крепко обнимаем твои котята пишите поздравительные открытки своим родителям бабушкам и дедушкам братишкам и сестренкам старшим братьям и сестрам через много лет им будет приятно найти и перечитать такое письмо снова пережить эти эмоции в рубрике слова дня сегодня рассмотрим сразу несколько слов связанных с нашей темой но не будем как обычно искать словаре а разгадаем кроссворд первое слово синоним к слову письмо в переводе с греческого эпистола как вы уже знаете это послание второе слово последовательность цифр добавляемая почтовому адресу для облегчения сортировки корреспонденции это почтовый индекс почтовый индекс бишкека семьдесят два четыре нуля следующее слово тот кому пишут синоним к слову получатель это адресат служащий почты самый знаменитый в россии это печкин почтальон почтовый знак различной стоимости обозначающий что государственный сбор уплачен марка тот кто написал письмо синоним к слову адресант отправитель в наши дни мы чаще обмениваемся электронными письмами представьте что вы получили задание сделать сообщение на тему электронное письмо какие слова из кроссворда вам при этом не и так письмо может быть написано в рукописной или печатной форме на бумаге или в электронном виде письмо чаще всего создается разговорном стиле но может быть составлена и в официально деловом письма в разговорном стиле или частные письма служат для неофициального общения между знакомыми или близкими людьми в официально деловом стиле пишутся служебные или деловые письма они нужны для официального общения между организациями или должностными лицами по вопросам сотрудничества. И деловые и частные письма по цели могут делиться на письма поздравления, письма просьбы, информационные и благодарственные письма. Прочитайте письма героев мультфильма «Трое из Простоквашина». Определите, с какой целью они написаны. Какое из писем можно назвать? Письмо поздравления, письмо информация, письмо просьба. Здравствуй, дорогой дядя Федор! Поздравляем тебя с Новым Годом! Расти веселым, здоровым, упорным в труде! Кот Матроскин и пес Шарик. Это письмо поздравления. Дорогие мама и папа, получили ваше письмо. Живем мы хорошо, просто замечательно. Пришлите, пожалуйста, для Шарика фоторужье. Это и охота, и зверей убивать не надо. Дядя Федор. Это письмо просьба. Здравствуй, дядя Федор! Давненько не было от тебя писем. Погода у нас хорошая, снегу намело по колено. Шарик с Матроскиным поссорились, начинают раздел имущества. Скоро печку делить начнут, а потом избу. Приезжай поскорее. Почтальон Печкин. Это письмо-информация. Письма различаются по своей цели. А что у них общего? Любое письмо, написано ли оно от руки или электронное, как особый жанр, имеет свою особую композицию. Познакомимся со схемой композиция письма. Каждое письмо обязательно начинается с приветствия и обращения к адресату. Приветствия и обращения задают тон дальнейшему общению. Следующая часть. Вступление. Выражение различных чувств, отражающих интерес в жизни адресата. Невежливо начинать письмо с рассказа о себе или сразу переходить к какой-то просьбе. Сначала лучше поинтересоваться здоровьем человека. Все ли у него благополучно? Какие есть новости? Следующая часть. Основная. Изложение информации, интересующей адресата. Теперь можно выразить свою точку зрения. Поделиться мнением, переживаниями. Рассказать о своих новостях. Четвертая часть. Заключение. Выражение уважения, любви, преданности, почтения. Формулы прощания, подпись и дата. Соотнесите части послания от почтальона Печкина со схемой композиция письма. Приветствия и обращения. Здравствуй, дядя Фёдор. Вступление. Давненько не было от тебя писем. Погода у нас хорошая. Снегу намело по колено. Основная часть. Шарик с Матроскиным поссорились. Начинают раздел имущества. Скоро печку делить начнут, а потом избу. Приезжай поскорее. Заключение. Почтальон Печкин. Прочитайте письмо вашего ровесника. Как вы думаете, какое оно? Дружеское, деловое, поздравительное или для газеты? Саид, привет! Вчера получил твое письмо. Из него я узнал, что ты считаешь занятия спортом бесполезной тратой времени. Как можно жить без спорта? Я не представляю человека, который ни разу не становился на лыжи, не катался на коньках или не играл в футбол. Спорт – это потрясающая вещь. Он помогает быть веселым, бодрым и жизнерадостным. Я, например, получаю огромное удовольствие от лыжной прогулки или игры в баскетбол. Спорт – это отличный отдых. Скоро наступит лето и принесет с собой множество развлечений. Плавание, футбол на траве, пляжная борьба, велосипедные прогулки. Если бы их не было, то жизнь была бы очень скучной. Ты так не считаешь? Я все время говорил о спорте как о развлечении, но есть у него и другие плюсы. Спорт помогает стать сильным, выносливым, добрым, закаляет физически и духовно. Я надеюсь, ты изменишь свое отношение к спорту. И мы вскоре встретимся с тобой на физкультурной площадке. Жду твоего письма с нетерпением. Твой друг Эрнис. 7 ноября 2016 года. Какое это письмо? Это письмо дружеское. В нем в свободной форме выражаются мысли автора. Стиль письма разговорный. Какова его цель? Совет, убеждение, информирование, утешение, поздравление. Эрнис старается убедить своего друга, что занятие спортом – это не только очень весело и увлекательно, но и полезно. Спорт развивает не только тело человека, но воспитывает его характер. Почему в тексте письма несколько абзацев? Во-первых, текст соответствует композиции письма. А во-вторых, в нем мальчик рассуждает о пользе спорта. Приводит факты, примеры, доказывающие его точку зрения. Подводит собеседника к выводу. Да, письмо – это та же беседа, только на бумаге. Поэтому в письме сочетаются монологическая и идеологическая речь. Для того, чтобы выразить свою заинтересованность в собеседнике, доказать что-то, выразить ему свои чувства и вызвать ответные, мы используем вопросительные предложения и обращения. Ты так не считаешь? Выразить эмоции помогают знаки препинания. Как можно жить без спорта? Спорт – это потрясающая вещь. Письмо очень эмоциональное. Мальчик здесь и спорит с другом, и старается убедить его. Выражает надежду на то, что вскоре они смогут весело проводить время вместе за занятиями спортом. Представьте, что это письмо Эрнис написал не другу, а в редакцию детской газеты Айданек. Как вы думаете, что для этого следует изменить? Во-первых, изменится стиль изложения. Это будет уже не частное дружеское письмо. А значит, и слова, выражения, обращения, которые Эрнис будет использовать, и интонация письма в целом будут более официальными. Оцените следующие варианты обращения в редакцию. Какой вам кажется наиболее подходящим? Уважаемая редакция газеты Энн, к вам обращается Дорогой редактор газеты Энн, здравствуйте! Я хочу вам предложить Здравствуйте, уважаемый редактор газеты Энн, Меня зовут Уважаемый господин редактор газеты Энн, Предлагаю рассмотреть Обращение «дорогой» больше подходит для общения между близкими или хорошо знакомыми людьми. В официальной обстановке лучше выбрать слово «уважаемый». Затем необходимо представиться, а уже потом излагать свою просьбу или предложение. А какой вариант заключительной части вы считаете наиболее подходящим? Очень интересно мнение ваших читателей С уважением, Эрнис Какая точка зрения наиболее правильная? Буду ждать вашего ответа Ваш постоянный читатель Эрнис Я же прав, не правда ли? Пока-пока, Эрнис Помогите повлиять на друга Рассчитываю на вас Ваш Эрнис Неуместны в этой ситуации будут слова прощания Пока-пока Или ваш Эрнис Предложите свой вариант заключительной части Мы познакомились с несколькими примерами писем Разных по своей цели и стилю изложения Теперь вам предстоит создать собственный текст Сначала решите Кому бы вы хотели написать Другу или подруге В редакцию школьной или районной газеты Или на школьный интернет-сайт Стиль вашего письма будет соответствовать выбранной вами речевой ситуации Кому пишете? Адресат О чем пишете? Тема письма Зачем пишете? Цель письма Определите цель своего послания Сообщение о каком-либо событии Поздравление с праздником Совет по использованию какого-либо предмета Попытка убедить в каком-то вопросе Или что-то другое Подумайте В какие тематические блоки и микротемы Вы объедините свое послание Запишите текст Выдерживая композицию письма Выберите этикетные формы Отражающие ваше отношение к собеседнику Вы можете использовать следующие этикетные выражения Какие из них можно использовать в дружеском письме А какие в деловом Ставьте пропущенные буквы И расположите выражения в порядке Соответствующим композиции письма В приветствии и обращении можете использовать такие формулы Здравствуйте Дорогой друг Уважаемый господин Глубоко уважаемая Приветствую Во вступлении Слова Пожалуйста Будьте добры Рад сообщить В основной части Спешу тебя поздравить Благодарю В заключении До свидания С уважением До скорого Буду очень ждать Всего хорошего Не забывайте Что обращение И слово Пожалуйста Выделяются на письме Забитыми При обращении Может быть И восклицательный знак Запишите домашнее задание Напишите письмо Адресат Тему Цель И стиль письма Выберите сами Подведем итоги нашего урока Сегодня мы выяснили Каковы особенности Эпистолярного жанра Какими бывают письма И как правильно их писать Зачем современному человеку Писать письма Пословица времен Древнего Рима гласит Verbo volent Scripto manent Слова улетают Написанное остается В русском языке Есть похожая пословица Сказанное слово Было Да нет А написанное Живет век Письмо Как фотография Читаешь его И написанное Снова оживает Я благодарю вас за внимание Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok